Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я приветствую вас на своем канале, меня зовут Оксана Перуцкая, и сегодня у нас персиковый ажур. Вообще-то я вязала этот свитер примерно лет 10 назад, но одна моя бывшая коллега, увидев его, так загорелась, что мне пришлось его, конечно, передать в ее надежные руки. И вот прошло немало лет, когда я снова увидела этот свитерок в журнале и решила его повторить. Я нашла, как мне кажется, подходящие нитки, и вуаля, работа готова. Как мне кажется, работа выполнена практически идеально. Когда я буду показывать вам его на столе, в раскладке, в подробностях, вы узнаете, какие изменения я по своей традиции внесла в эту схему, потому что вязала я этот свитерок, конечно, из журнала. И мне очень нравится, как посажен рукав. Он, как вы видите, идеально вошел в пройму. Это все заслуга, конечно, в том числе моя, но в первую очередь авторов этой замечательной схемы. И хочу вам сказать, что когда я вязала его при первом подходе, у меня были, конечно, трудности с этим узором. Вы прекрасно понимаете, если давно вяжете ажуры, что когда мы делаем накид, то должны учитывать, что где-то эта петля должна уйти. Или наоборот, когда соединяем две петли вместе, то, конечно же, где-то должны будем эту недостающую петельку прибавить. Вот здесь, если вы будете следить за этим очень аккуратно и тщательно, то у вас все сложится. Потому что, когда я стала вязать этот свитерок уже сейчас, я вспомнила, какие муки, творчество я испытывала. И как боялась отклониться вправо-влево от этого узора. Конечно, многократно распускала. Но сейчас, вывязывая его, я не испытывала вообще никакого дискомфорта или трудностей. Он как будто выходил сам собой. Поэтому я считаю, что если вы отбросите всякие сомнения и не будете себе говорить, что подобные ажуры выглядят как-то очень просто, но, наверное, вяжутся очень сложно, то все у вас великолепно получится. Это действительно очень простой узор. Полочка и спинка вяжутся одинаково. Но если на полочке мы видим с вами вырез, то, скорее всего, авторы как-то придумали эту ситуацию на спинке. Вы можете пойти своим путем и сделать то же самое на спине. Я не раз вижу такие схемы, но авторы, обратите внимание, продолжили вязать резинку вот здесь, в районе спинки. А сейчас я приглашаю вас к своему рабочему столу, и мы рассмотрим этот свитерок в подробностях. Вот благодаря такому замечательному журнальному образу у меня теперь имеется в моей коллекции рукотворных вещей великолепный персиковый свитер. Да, это очень старый журнал. И хочу вам сказать, что сегодня я абсолютно не ожидаю получить какие-то негативные вещи относительно журналов прошлых лет. Прочитала отзыв довольно неприятный, что вы нам показываете журналы столетней давности, надо было сделать вот так и вот так. Ну, слушайте, здесь, конечно, комментарии излишни, но я всё-таки один комментарий оставлю. Ну, покажите мне в каких-то последних, самых свежих журналах что-то вроде такой великолепной нежной красоты. Ну, вот честное слово, я держу руку на пульсе всего, что я вижу каждый день в интернете и в журналах, и на сайтах журналов. Ну, великолепнее и нежнее этого свитера я пока просто не смогла найти. Может быть, у вас есть какие-то намёки, дайте ссылки или объясните мне, почему мы не должны смотреть журналы прошлых лет, где такая красота находится, и почему мы тем более не должны эту красоту вязать. Поэтому я, конечно, не часто комментирую то, что я читаю в отзывах моих зрителей, но вот этот комментарий, он просто настолько имеет отношение к сегодняшнему дню, что я не могла о нём умолчать. Это журнал «Вязание ваших хобби», один из моих любимых журналов прошлого, потому что я давно его не покупаю. И это номер второй за 2005 год. Модель находится на последней странице, вот с другой стороны уже обложка. Великолепнейший журнал. Я бы связала отсюда каждую модель, чего я не могу сказать о журналах, которые я вижу сегодня, к сожалению. Итак, переходим к хорошему, к позитиву. Сейчас я расскажу вам не только о нитках, а ещё и о том, как я стирала этот свитер, и какие свои традиции я немножечко в этот раз нарушила. Значит, нитки, посмотрите, семёновская пряжа. Даже цвет этикетки абсолютно соответствует персиковому окрасу ниток. Семёновская пряжа «Ольга». Люблю её, ну, просто невероятно. Во-первых, за длину нити 392 метра в 100 граммах. 50% шерсть, 50% акрил. Московская фабрика, 2,5-3, они рекомендуют спицы. Я в данном случае вязала на троечке, хотя я не всегда прислушиваюсь к рекомендациям номера спиц на этикетке. Значит, от этой пряжи, которой у меня было три моточка, а это значит 1176 метров, у меня остался вот такой здоровенный клубок. То есть, я предполагаю, у меня нет весов. К сожалению, у меня сейчас нет возможности сходить в магазин с этим свитером, взвесить и вернуться домой, и ещё успеть рассказать вам о нём. Поэтому вот давайте зрительно оценим, да, опытные вязальщицы могут сказать. Может быть, когда-нибудь я допишу, сколько конкретно грамм весит этот свитер, но он очень лёгкий, он очень-очень приятен к телу. Мне нравятся эти нитки, и у меня уже есть вещи из подобных ниток. И я всё-таки продолжаю один мой долговязик, свитер мужу, с очень красивым орнаментом, вязать из таких же ниток другого цвета. Так вот, я думаю, что на этот свитерок, учитывая остаток клубка, пошло меньше, чем 250 грамм. Теперь пару слов о стирке. Вот этот свитерок постиран, и вы помните, да, что мои завсегда-то и знают, что я всегда стираю вещи в машинке стиральной, в режиме шерсть 30 градусов, ничего никогда не боюсь, покупаю жидкость для шерсти и шёлка, и всегда использовала жидкость в таких розовых баночках, бутылочках пластиковых, но решила пойти на эксперимент, и почему-то вот этот эксперимент достался именно этому моему ажурному персику. Я купила жидкость для шерсти и шёлка в Ашане. Поверьте, это не реклама. Ну, какая реклама нужна Ашану, если каждый второй туда ходит, если не каждый первый, и все об этом знают. Но меня не смутила разница в цене между прежним, скажем, средством и Ашановским, которая, конечно, стоит гораздо дешевле. Я решила пойти на этот эксперимент. В конце концов, я знаю, что делать в ситуации провала. Я бы нашла решение. Но, как вы видите, свитер выглядит идеально. И преимуществом вот этого средства из Ашана, я считаю, местного их ашановского производства, преимуществом я считаю то, что у него почти нет запаха, потому что запах из того первого средства меня уже начал немножечко раздражать. Это у нас семейное, запахи, это наше всё. Если только нас не устраивает запах, всё, день испорчен, головная боль. И это не только свойство моё личное. Итак, постиран он был в новом средстве. Выглядит и ощущается он великолепно. Единственное, что я в этой стирке нарушила, была не сама стирка даже только, а сушка. Я сушила его лёжа на этот раз. Хотя, вы знаете, многие из вас знают, что я сушу просто перекинув через махровое полотенце на спинке стола или просто на свежем воздухе на балконе на верёвочке. Почему я это сделала? Мне очень хотелось, чтобы в сушке вот эти вот полоски резинки немножечко раздвинулись. Потому что, если бы он висел, то это бы было до сих пор вот такое сжатое. Ну, вот примерно как вы видите на рукаве. Я ничего в этот рукав не вкладывала. Хотя можно было, например, чем-то его наполнить, и он бы тоже вот так высох. Тоже абсолютный эксперимент. Ничего за этим не стояло. Мне просто хотелось увидеть, как это будет. Действительно, я добилась немножко своего. Я не хочу гладить свои вещи. Мне не нравится подвергать утюгу вязаные вещи, какие бы там правила и рамки за этим не стояли. Я несколько десятилетий это делаю и пока остаюсь при своём мнении. Вот та самая спинка, которую я хотела вам показать. Смотрите, то, что авторы оформили вырез в схеме впереди, вот таким образом выглядит на спинке. Правда, край оказался совсем каким-то очень уж уязвимым, и поэтому я взяла и прошлась дорожкой обычного крючка. Простые столбики без накида, и вот такая образовалась у меня косичка. Это слегка приукрасила вот этот край. Что ещё должна сказать? Я в нарушении задумки авторов решила делать свой свитерок без бокового шва. Но тогда передо мной появилась следующая задача. Дело в том, что авторы начинают перед и спинку с четырёх петель лицевого ряда и кромочной. Если бы я поступила точно так же в круговом вязании переда и спинки в совместном варианте, то тогда у меня бы эти две дорожки шли вот так рядом, что, в общем, не очень вписывается в оставшуюся остальную картину. Я решила всё-таки начать тоже с четырёх изнаночных, но, конечно, избавилась от боковых петель. Они в этом случае уже не нужны. И, конечно, на подходе к пройме я понимала, что эти лишние четыре петли мне будут, безусловно, мешать. Поэтому здесь я потихоньку, посмотрите, эта дорожка сужается, сужается. И вот здесь, когда мы в области подмышки подходим к закрытию петель, у меня они сошли на нет. Вот таким образом я приукрасила вот эту часть. Здесь практически не видно, что идут убавки лишних петель. И, в общем, к подмышке у меня всё сложилось. Вот здесь немножко узор расходится. Но, мне кажется, это нормально смотрится. По крайней мере, меня это не смущает. Смотрите, ромбики одни переходят в другие, да, на полочке и спинке. Хотя вязание здесь было по кругу и никакого шва нет. Можно вязать, как задумали авторы, и сделать шов, если вам так захочется. Но вот я решила попробовать этот метод. Вот так выглядит схема в журнале. Как вы видите, она один в один повторяет сам свитерок. И когда я вязала такой же свитер лет 10 назад, вот здесь, справа, карандашом я очень тщательно отмечала провязанные ряды. Вы знаете, в этот раз я вообще не нуждалась в такой тщательной подготовке к вывязыванию каждого очередного ряда. Я просто как-то, не знаю, сверху посмотрела на этот узор, провязала несколько рядов, и потом он как-то сам собой сложился. То есть, когда вы понимаете принцип вывязывания того или иного ажурного узора, дальше вы просто уже не следите иногда за схемой, а просто действуйте по принципу этих убавок и прибавок. Конечно, если вы редко вяжете ажуры или вас пугает конкретно этот, не бойтесь, просто попытайтесь вникнуть в суть того, как происходят убавки и прибавки. Когда я вязала рукава, я ничего особенно не высчитывала, не рассчитывала. Я просто сделала убавки у проймы и у рукава так, как рекомендуют авторы самого журнала. И, как вы видите, да, хотя нитки были рекомендованы совсем другие, не семёновская пряжа, видите, да, вот так оно всё очень здорово сложилось. Ну и, как вы можете догадаться, моё удовольствие по поводу появления этого свитера в моей коллекции невозможно описать словами, потому что здесь сложилось всё. Комфорт, мягкость, удобство, нежный цвет, невероятная схема, прекрасный ажур, узор. И, в общем, я очень довольна этой новой вещью. Ну а теперь, по традиции, моя любовь, мои шарфики. Я хочу вам показать, какие варианты я предполагаю сочетать с этим новым свитерком. И хочу показать вам разнообразие нежных розово-персиковых вариантов, которые у меня имеются в коллекции. Многие из вас уже видели вот такой шарф, который я привезла из своих путешествий. Посмотрите, он идеально подходит по цвету своей вот этой персиковой полосой. Да и сам он такой очень нежный. При этом он огромный. И, учитывая то, что всё-таки свитерок связан ажуром, я вполне представляю себе, что однажды могу накинуть его на плечи. И вот такое сочетание этого свитера и шарфа и укроет меня от такого лёгкого озноба. И при этом будет очень хорошо соответствовать одну другому. Это моя последняя покупка из моего февральского путешествия. Когда я увидела этот шарф в магазине, меня, конечно, привлекло вот такое необычное сочетание. Для начала это полоса, как вы видите, состоящая тоже в том числе из персикового цвета. Затем кусочек вот такого пятнистого фатина. И потом идёт потрясающий цветочный рисунок. Я, конечно, не могла пройти мимо. Безусловно, этот шарф имеет право находиться в моей коллекции. Посмотрите, какой он великолепный. Здесь и мой любимый вот такой вот зелёный оттенок тёмной мяты или, может быть, лёгкого бирюзового. И, конечно, вот эти полосы своей расцветки очень-очень хорошо сочетаются с цветочным орнаментом, цветочным рисунком. Ну, а вот эта пятнистая часть, которая между ними находится, она просто настолько мне понравилась, что я в неё влюбилась. Посмотрите, какой необычный оригинальный шарф. И теперь это часть моей коллекции. В моей коллекции также нашёлся воздушный, практически невесомый шарфик из натурального шёлка цвета шампанского. Я не знаю, мне кажется, он слишком светлый для этой комбинации. В эту пару он явно не вписывается, но, не знаю, мне так захотелось обернуть его вокруг шеи. И он настолько освежает этот образ, что я сказала себе, почему бы и нет. Этот шарфик можно разглядывать часами. Я попробую показать его вам вблизи. Посмотрите, на нём разместились, расположились такие очаровательные, мельчайшие, крошечные цветочки. Они то ли вышиты, да, скорее всего вышиты, то ли отштампованы на нём. Не могу точно сказать. Это оттенок персикового цвета ещё более утончённый. Он даже переходит слегка в розовый цвет. И, конечно, я выбрала его сейчас как пару, потому что он невероятно освежает вот этот более тёмный персиковый оттенок. Сейчас на мне приглушённо-розовые брюки, такого цвета близкого к античной розе, к увядшей розе, как ещё его называют. И, возможно, камера не передаст вот все оттенки сочетаемости, но когда я в реальности смотрю с зеркала, мне очень нравится этот роица. Ну и последний, но не менее любимый шарф, а скорее даже наиболее часто используемый вариант шарфика, который на буквально пару оттенков светлее самого свитерка. Я его использую чаще всего дома, когда ни холодно, ни жарко, но хочется что-нибудь накинуть на плечи. Он огромный, колоссальный. Я даже зачастую из него делаю такую домашнюю юбку Парео, которая тоже мне очень нравится в моей домашней обстановке. Вот такой шарф, мне кажется, тоже уместен здесь. Его можно и закрутить вокруг шеи, как угодно, и он большущий. Но, конечно, любой здравомыслящий человек может задать вопрос, зачем столько шарфиков одинаково больших и аналогичных цветов? Ну, во-первых, я очень люблю оттенки цветовые. Во-вторых, вот эта нежность и лёгкость, которую вы ощущаете, когда берёте их в руки, в сочетании ваших тактильных ощущений и каждого шарфика, дают вам другие эмоции. Что скрывать? Если мы с вами вяжем, то значит, мы с вами на очень большой процент всё-таки кинестетики. Кинестетики – это люди, которые изучают мир, любят мир через, в том числе, тактильные ощущения. Они любят двигаться. Это не про нас, потому что вяжем мы, как правило, сидя в любимом кресле или на диване. Но среди нас очень много вязальщиц, которые вяжут и в пути. И не случайно существуют специальные сумочки, куда мы кладём свои клубочки и просто на ходу вяжем. Не знаю, как вы, но меня в транспорте укачивает, по крайней мере, в общественном транспорте. Я могу вязать в поезде, в электричках, но ни в коем случае даже не в автобусе комфортабельном, междугороднем или экскурсионном. Поэтому здесь мы и да, и нет. Вот таким образом, если мы любим крутить в руках что-то, производящее на белый свет новые прекрасные вещи, то и, конечно, разные ощущения неодинаковых тканей играют для нас огромную роль. Я очень надеюсь, что вам понравился мой свитерок и сочетание с моими любимыми шарфами этих оттенков. Я желаю вам отличного настроения, хорошего дня. С вами была Оксана Перуцкая и канал Нитка-Ниточка. Если вы впервые зашли сюда, обязательно подпишитесь. Посмотрите вкладку плейлисты на главной странице канала. Вы найдёте там очень много интересных и познавательных видео. Поставьте лайк, я его увижу и буду знать, что мне нужно работать для того, чтобы мы с вами вместе обменивались позитивными эмоциями. Кстати, лайки радуют не только авторов каналов, они ещё позволяют вам сохранять полюбившееся видео в своём собственном кабинете в Ютьюбе. Если это первое моё видео, которое вы смотрите, спасибо вам большое, что досмотрели его до конца, подпишитесь на канал и добавляйтесь в мои социальные сети. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!